Девушки отдыхают 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 помогаем создать команду из единомышленников, которые кто-то умеет больше программное обеспечение, кто-то по железу, кто-то просто идея, маркетинг. И вот эта команда является уже готовым продуктом для того, чтобы сделать из этого бизнеса. Я пропоную зупинитися и прийти подыхать свежим повітрям и запитать у наших глядачей, как они знают на акселераторах. Что это такое стартап акселератор? Что такое хардверный стартап? Даже не могу предполагать. Сложный вопрос, подождите. Всякие проекты, бизнес-планы, IT, всякие эти самые. Это как стартап, только сложный. Что такое стартап акселератор? Честно, я не знаю. Не знаю. Когда люди инвестируют в стартапы и дают на это деньги, чтобы развивались молодые и перспективные. Если бы ты была бы стартапером, какая это была бы сфера? Маркетинг, что с этим все, я знаю. IT. Ну, хотелось бы, конечно, в сфере медицины. IT-технологии, думаю. Наверное, технологии. Слухай, расскажи, будь ласка, про успешные стартапы, какие, можно сказать, ты проинвестовала, а больше, какие пришли в вашу школу. Мы стартанули летом. Сейчас первый выпуск. А-а-а. Но могу сказать, что уже сейчас интерес, скажем, инвесторов, да, которые видели, как ребята работают. Ну, я уже могу заранее сказать, что обязательно, как минимум, один стартап получит инвестиции. А, кстати, как раз один из стартапов ваших будет надсилаться в Калифорнию. Так, и это будет конкурс между командами, так? Это будет общественная, такая, публичная часть розыгрыша. В целом, то, что важно, ребята уже едут как самостоятельные команды, компании. То есть мы их не везем туда, за ручку не тянем, как иногда делают. Ребята, в принципе, самодостаточные, но наша задача, поскольку я уже там раза 3-4 был, пожил, есть такие подводные моменты, когда проще организовать и сэкономить, более эффективно потратить общие деньги. Пойти на выставку, да, по интернету вещей. Пойти в Google, посмотреть, как в Google там устроено, да, на экскурсию. Ребята помогают организовать эту часть. Питчинги, да, когда есть инвесторы, есть тусовки, сообщества, когда ты хочешь запустить кикстартер-компанию, но ты должен изначально проверить свою идею. И мы помогаем перед запуском кикстартер-компании, коротфан-компании, проверить идею там. И в целом, как раз-таки, наша задача – это развить навыки быстро меняться. Пристосовываться до того сегмента. Конкуренция, она всегда есть. Понятное дело, что в мире одновременно сейчас тоже много чего создается, но в какой-то момент нужно быстро измениться. И, собственно, они это сейчас вот проходят маленькую такую школу. Рома, остальные слова. Підкреслюемо червоним маркером. Действовать, червоним маркером. Вот. И будем всем вам желать разведку, случайно ж таки. И до встречи уже с вашими стартапами, которые, я уверен, пойдут до нашей студии. Спасибо, что помогайте развиваться. Это здорово. Так. Лавика, Роман, и далее. Пропоную встретиться ревно за годину, адже у продолжения стартап-шоу «Знискафетра в одном» на тебя чекают креативные идеи, неймоверные факты и несподеванные арт-объекты. Например, мы расскажем вам про креативные степы в соцсетях, о табурете для виртуальной реальности и выясним, сколько же лет нужно для того, чтобы прочитать Википедию. Будьте с нами, у нас невероятное количество интересного и полезного для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова